МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте. В этом выпуске. Высокая явка, уверенная победа. В Ненецком автономном округе прошло предварительное голосование партии Единая Россия. Уверенную победу на праймере с большим отрывом от соперников одержали Сергей Коткин и Михаил Кисляков. Пятничные разборки молодых людей на улице Рыбников закончились поножовщиной. Двое из них доставлены в Ненецкую окружную больницу. Оба прооперированы. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца. В школах округа прошли праздники последнего звонка. Как всегда, торжественно и волнительно для ребят, педагогов и родителей. Выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. Явка на предварительное голосование Единой России составила более 12% от общего числа избирателей региона. По предварительным данным, это выше, чем в среднем по России. В партийном праймерис победил действующий депутат Государственной Думы Российской Федерации. Праймерис завершился очным голосованием в населенных пунктах округа 30 мая. Впервые в этом году принять участие в партийном праймерис Единой России можно было в режиме онлайн в течение недели, с 24 по 30 мая, предварительно при этом зарегистрировавшись на интернет-платформе партийного ресурса. Всего зарегистрировались 3297 человек, или 9,5% от общего числа избирателей региона. Почно можно было проголосовать сельским жителям на 18 счетных участках в центральных усадьбах Заполярного района в последний день голосования 30 мая. Убедительную победу на предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу одержал действующий депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Он получил 2061 голос избирателей. Из них 912 голосов в Заполярном районе и 1149 в городе. У Анны Булатовой 957 голосов в целом по району и городу Нарьинмару. За Андрея Попова проголосовали 837 человек, за Сергея Рочева 796. В голосовании по партийным спискам победу в праймере содержал Михаил Кисляков. У него 1585 голосов, из них 859 он набрал в Заполярном районе и 726 в городе. Далее идут Герман Сопочкин, 1183 голоса и Наталья Латышева, она получила 741 голос. Напомним, предварительное голосование в Ненецком округе проходило по смешанной схеме, в онлайн-режиме и очно в центральных усадьбах Заполярного района. Необычно высокий процент участия избирателей в партийном праймере с Единой Россией почти 12%. Для сравнения, в 2016 году на предварительном голосовании, когда также победил Сергей Коткин, явка была значительно ниже, немногим более 7%. Столь высокое участие избирателей в этом году в праймере, очевидно, объясняется новым форматом голосования в онлайн-режиме. Ну а в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа можно было проголосовать на праймере в очном формате, как и обычно это делается на основных выборах в единый день голосования. Единственная разница в том, что это было рейтинговое голосование. Свои голоса можно было отдать не за одного кандидата, вплоть за весь их списочный состав. В селе Тельвицка, которое считается культурной столицей округа, голосование прошло в праздничной атмосфере. Социально-культурный центр «Престиж» организовал для сельских жителей культурную программу с символичным названием «Голоса России». Песня будет о России, про Тельвицку, про Наринмара песня будет. Затем мы заходим в Дом культуры, здесь будет познавательная, интересная, будет флешмоб «Споемся вместе». Ну и, конечно, познавательная викторина под названием «Наш дом – Россия». Будут четыре тура, вопросов очень много, потому что призовый фонд очень большой, хороший, поэтому играть будет с семьями, отдельными игроками. Будут трудовые коллективы, представительность трудовых коллективов, то есть все желающие. Поэтому тема интересная будет и про Наринмар, и, конечно, про Тельвицку, и, в общем, про Россию, о том, чтобы они давали ожидания, чтобы поселили там про Госдуму, про Заполярный район, на Польске будут. Избирательный участок предварительного голосования в Тельвицке, как и во всех центральных населенных пунктах муниципалитетов, открылся в 8 утра в воскресенье. Поставить отметку в бюллетене здесь могли не только жители Тельвицки и Макарова, но и горожане, а также жители поселка Искателей. На это время проголосовало порядка 20 человек. Явка небольшая. Вот сейчас наплыв был, потому что мероприятие в Доме культуры. Но думаем, что после обеда люди освободятся от своих домашних дел, придут, проголосуют. Все спокойно на участке у нас, видите, интересно людям, приходят, отдыхают и заодно голосуют. 30 мая жители Нинецкого автономного округа определились со своим выбором. Они проголосовали за кандидатов, которые затем будут представлять партию на выборах в Государственную Думу 8-го созыва. Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Пятничные разборки. Вечером 28 мая возле одного из подъездов жилого дома по улице Рыбников между совершеннолетними молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого в Нинецкую окружную больницу были доставлены двое человек с ножевыми ранениями в области живота и грудной клетки. 18-летним молодым людям оказана медицинская помощь, проведены операции. Один из молодых людей в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии поступил. Фактически рана, которая была ему нанесена, и ее врачи до операционной фактически удерживали руками. Вот там было проникающее ранение сердца, очень глубокое. Наши врачи сделали все, что могли, все, что в их силах, спасли молодого человека. Была остановка сердечной деятельности после операции, которую наши аниматологи успешно завели сердце, и вновь оно стало работать. Сейчас он находится в так же крайне тяжелом состоянии после такого, естественно, ранения, но стабильный. Второй пострадавший поступил со второй степенью тяжести с ранением передней брюшной стенки без проникновения в брюшную полость. На данный момент динамика положительная. По информации пресс-службы ОМВД, в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Глава региона провел заседание оперативного штаба по COVID-19. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания регистрируются на территории округа с нарастающим итогом. За последнюю неделю в регионе зафиксировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Напомним, еще совсем недавно в Денинском округе не было больных с таким заболеванием. Заболевшие – жители округа, трое из которых вернулись из-за его пределов. В стационаре находится 5 пациентов в средне-тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении также 5 пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс. Среди заболевших – беременная женщина. На карантине еще более 30 человек контактных. Представители здравоохранения отмечают, что заболевания у больных во время второй волны пандемии протекают в более тяжелой форме и рекомендуют более активно вакцинироваться. Также на оперативном штабе стало известно, что из-за непогоды, которая ожидается в День защиты детей, праздник для детей в парке Юбилейный и на площади поселка Искателей перенесены на 4 июня. Об этом сообщил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Антон Пустовалов. Мы в целом рекомендуем проводить все мероприятия на открытом воздухе, не в помещениях. Понимаем, что после майских праздников и возвращения наших жителей из отпусков или коротких каникул все равно привезли этот вирус. Поэтому для того, чтобы максимально ограничить его распространение, мы все мероприятия стараемся проводить на открытом воздухе. Мы, конечно, не можем сделать погоду комфортной. Все-таки живем в арктической зоне, поэтому если есть необходимость передвинуть сроки, то передвигайте. Что касается праздника на площади Марацей, то его организаторы будут ориентироваться на погодные условия и определяться с местом проведения утром 1 июня. Но предварительно праздник состоится завтра в фойе Дворца культуры Арктика, сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта. Школьные годы чудесные. Последний звонок прозвенел для 176 11-классников и 334 9-классников на Рьенмара в эти выходные. В школах прошли торжественные линейки. Чем запомнился выпускникам этот праздник в нашем следующем материале. 11 лет всего лишь миг с точки зрения бесконечного. Учитель, школа и ученик – это понятие вечное. 11-классница Александра Леус посвятила свое стихотворение празднику последнего звонка. Это праздник с небольшой грустинкой. Выпускники прощаются с детством, но с оптимизмом смотрят в будущее. Подружки-одноклассницы Саша и Женя – будущие врачи. Это всего лишь следующий этап жизни начинается после выпуска. Уже определились, куда вы можете послечать? Да, в медицинский. Город пока еще не знаем. Но тоже в медицинский. Посмотрим, как сдадим экзамены. Выпускник Андрей Петров настроен по-боевому, наверное, потому что мечтает стать военным летчиком. Для него последний звонок – повод собраться перед предстоящими экзаменами. Военная академия военной авиации имени Серова. Переживаешь, волнуешься за экзамены? Нет. Почему? Спокоен, как всегда. Чего мне переживать? А вот родители Андрея с ностальгией вспоминают тот день, когда их сын первый раз переступил порог этой школы. Для меня это очень волнительно. Ребенок вырос, я это понимаю. Он переходит в новую взрослую жизнь, улетит из родного крыла. И это очень, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, радостно, потому что он будет искать себя. Я очень надеюсь, что он себя найдет достойно. Вот он был первый звонок, когда мы его привели в эту школу. Вот он уже последний. Поэтому это же, с одной стороны, как будто какой-то праздник, потому что сын, да, действительно вырос, переходит в родную жизнь. А с другой стороны, и грустно, потому что он покинет нашу семью, поедет учиться. Школьный вальс в исполнении 11-ти классников. Педагоги тоже грустят. На их глазах из маленьких смешных девочек и мальчиков выросли совсем взрослые люди. Еще немного они сдадут экзамены, продолжат учебу в средних и высших профессиональных заведениях. Конечно, переживаем за то, что будет дальше с детьми. Хочется, чтобы они сдали хорошо экзамены, они поступили, они выучились и нашли хорошую достойную работу. И в жизни у них сложилось все отлично. Нам очень приятно, что вы смогли доучиться до звания выпускники школы. И особенно приятно, что мы причастны к вашим успехам. Не меньше выпускников сегодня волнуется директор школы Наталья Ануфриева. Ведь для нее выпуск из стен этой школы первый. Пожелаю в первую очередь хорошо сдать экзамен ЕГЭ. Самый первый для них в жизни серьезный экзамен. Удачи, счастья, здоровья, всего самого лучшего. Доброго пути и успешной сдачей выпускных экзаменов одиннадцатиклассникам желали гости праздника. Вице-спикер окружного собрания депутат Максим Арбузов напутствовал их. Парламентарий пожелал успехов в достижении поставленной цели. Поблагодарил родителей и педагогов за трудолюбие, мудрость, безграничное терпение и достойное воспитание детей. Ребята, это и девчата. Наверное, первый серьезный экзамен в вашей жизни. Но он не смертельный, он не страшный. И таких экзаменов будет еще много. Напомню, в 2021 году в школах Ненинского автономного округа выпускается 208 учеников одиннадцатых классов и более 400 учащихся девятых классов. А в понедельник, 31 мая, выпускники одиннадцатых классов этого года и прошлых лет приступили к сдаче единого государственного экзамена по различным предметам по литературе, географии и химии. Их сдавали 70 человек. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Оленеводы Ненинского автономного округа и эксперты в оленеводческой отрасли могут внести предложение в стратегию развития северного оленеводства Российской Федерации до 2030 года. Документ подготовлен Министерством развития Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным комитетом Совета Федерации. Проект направлен в регионы для сбора замечаний и предложений. До 10 июня Департамент природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Ненинского округа совместно с оленеводческими хозяйствами проведет соответствующее обсуждение проекта. Есть ряд предложений, которые там прописаны. На мой взгляд, там такие интересные вещи связаны, чтобы в рацион, в детский рацион тех детей, которые живут на севере, в обязательном порядке входила оленина. Раз. Второе, чтобы в рацион тех силовых структур, которые здесь находятся на севере, тоже входила оленина. Ну, наше предложение, кроме того, будет для того, чтобы в такой структуре, как Госрезерв, который содержит имущество, продукты питания, лекарства, тоже входила оленина для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных ситуаций можно было вот эту оленину использовать для окормления населения. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил профильному ведомству уделить особое внимание мнению оленеводов и включить их предложение в проект «Стратегия». Реализация «Стратегия» к 2030 году существенно увеличит вклад северного оленеводства в экономику страны и прежде всего Дальнего Востока и Арктики. Здесь садут свесть. Жители Нарьинмара приняли участие в экологической акции «Сад памяти». В парке «Юбилейный» сотрудники Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса, депутаты городского совета и волонтеры высадили более 60 молодых деревьев в памяти погибших в Великой Отечественной войне. Доброволец Марк Хромцов – участник экологической акции «Сад памяти». Сегодня посадил первое в своей жизни дерево. Говорит, это совсем не сложно. «Нужно выкопать ямку подходящий размер, чтобы сюда можно было посадить дерево. Обороженную землю положить и закопать. Потом подровнять все края, которые не ровно, и потом начать делать борьбы, чтобы потом полить, чтобы вода не вытекла почти по земле». Вот так лунка от лунки парк «Юбилейный» заполняется все новыми деревьями. Сегодня это более 60 саженцев березы и лиственницы. «Тонкости всегда одинаковые. То есть найти хороший саженец, а с любовью его посадить в землю. Вот и все тонкости. Мы сегодня привезли сюда лиственницу, березу из полосы отвода газопровода. Соответственно, порядка 60 деревьев». В акции приняли участие сотрудники окружного департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, а также структурного подразделения департамента, депутаты горсовета и волонтеры. «Я думаю, это хорошая, прекрасная традиция, чтобы принимать участие для красоты нашего города. Наверное, было бы интересным, чтобы дать больше информации. Я думаю, граждане многие откликнулись на данное мероприятие. Это замечательно и хорошо». В акции «Сад памяти» жители Нарьинмара участвуют во второй раз. Экологические мероприятия в память о погибших воинах Великой Отечественной войны проходят во всех российских городах с 18 марта по 22 июня. «Мы надеемся, что все эти саженцы действительно взойдут. Гуляя здесь, обращая внимание на все эти зелёные деревья, мы будем вспоминать всё-таки тех героев, которые ушли безвозвратно и благодаря которым мы сейчас живём с вами здесь». Общей сложности в нашем регионе в память об участниках Великой Отечественной войны в этом году планируется посадить порядка ста саженцев. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На территории Ненецкого округа в период с 14 по 24 мая были проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной реализации спиртосодержащей продукции. В ходе изъятия спиртосодержащей продукции происходит дальнейшая её утилизация в соответствии с законодательством Российской Федерации. «По результатам проведённых мероприятий нами изъято из незаконного оборота 118 литров алкогольной продукции. Возбуждено одно уголовное дело по фактам повторной реализации алкогольной продукции, так называемым доставщиками через социальную сеть «Друг вокруг». Составлен один административный протокол в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющий свою предпринимательскую деятельность на территории населённых пунктов, исходящих из заполярного района, на теплоходе «Пижма». В целом, с начала года из незаконного оборота изъято более 600 литров алкоголя. Составлено 12 административных протоколов. Возбуждено 4 уголовных дела, в том числе 3 по фактам повторной реализации алкогольной продукции. Обращаюсь к жителям города Наринмар, заполярного района. В случае, если у вас будет имеется информация о законе реализации алкогольной продукции, о подпольном её производстве, просим обращаться в органы внутренних дел, дежурную часть, на телефонное доверие для принятия мер реагирования с этой стороны сотрудников полиции. Максимальное наказание за повторную реализацию алкогольной продукции – от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года. Долгожданное событие лета – турслёт «Дорогами отцов героев» состоится с 12 по 13 июня. На данный момент завершён приём заявок от команд округа. О том, что ждёт участников турслёта в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. 55-й юбилейный туристический слёт «Дорогами отцов героев» традиционно пройдёт вблизи озера Васькино. Участников ждёт насыщенная двухдневная программа. В программе у нас мероприятие – это открытие туристического слёта у «Обелиска Победы». После этого происходит жеребёвка команд, выдача маршрутных книжек. И команды с интервалом выходят у нас на дистанцию поход «Кросс», где они пешком, выполняя различные туристические мероприятия по ходу действия маршрута, добираются до озера Васькино, где будут проходить основные мероприятия. Там их ожидает перетягивание каната и приветствие команд. Второй день – это у нас тоже достаточно насыщенный блок. Это военно-спортивная полоса препятствий и короткая спортивная полоса препятствий. На турслёт заявилось 13 команд. Ребятам предстоит пройти испытания, демонстрируя свои навыки ориентирования на местности. Команды представляют окружные организации, либо семейные, либо дружеские команды. То есть команда состоит из 8 человек. 6 человек – это основной состав, двое – запасных капитанам команд. Объяснят технические условия, которые предстоят на поход к Россию, которые будут непосредственно на слёте испытания. И в целом подготовят их, так скажем, к этому мероприятию. Впервые туристический слёт «Дорогами отцов-героев» был проведён в 1965 году. За более чем полвека своей истории он превратился в одно из самых массовых событий региона, которое ежегодно собирает порядка 100-150 участников и несколько сотен зрителей. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Леонид Шишлов, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами и до встречи.